Мать пророка Праведная Марьям Просила с мольбой ко Всевышнему и просила Аллаха принять ее будущее дитя в служение ему. Коран сообщает нам слова ее молитвы. «Господи, воистину я дала обет пожертвовать Тебе дитя, которое в утробе моей, освобожденным от всяких иных забот, кроме служения Тебе. Так прими же от меня, ибо воистину Ты слышащий, знающий». Новорожденная была наречена именем Марьям. Имя Марьям означает неустанно поклоняющаяся и служащая Богу. Праведная Марьям, как и все члены ее семьи, была искренне верующей и всем сердцем преданной служению Всевышнего Господа. Праведная Марьям упоминается в Коране, как пример истинной добродетели и высокой нравственности, как образ истинной мусульманки. Аллах избрал Праведную Марьям для благословенной миссии. Она была избраннейшей из женщин, носившей в чреве и родившей на свет пророка Ису. В Коране Аллах сообщает нам, что Праведная Марьям, достигнув определенного возраста, покинула родительский дом и удалилась на восток, в пустынный и уединенный край. Аллах послал к ней своего ангела Джабраиля в библейской традиции Гавриил, который сообщил Праведной Марьям великую весть от Аллаха. Он, Джабраиль, сказал, «Я лишь посланник от твоего Господа, чтобы даровать тебе весть о младенце чистейшем». Она сказала, «Как может у меня родиться мальчик, коли меня не касался ни один человек, и я нераспутная и небесстыдная женщина?» Джабраиль ответил ей, что Всевышний мощен сотворить все, что пожелает. Ему достаточно лишь повелеть совершиться чему-либо, и оно тотчас же свершается. Так Праведная Марьям, как чудесное знамение от Господа, понесла в очреве ребенка, хотя ни один человек не коснулся ее. Твой Господь изрек, «Это легко для меня, этот ребенок родиться, чтобы быть знамением и милостью людям от нас. Это уже решено». Так Марьям завеременела им Исой и удалилась с ним в безлюдное место.